В Иркутской области автокран столкнулся с поездом. Урал пробил ограждение железнодорожного переезда и вылетел на рельсы. Через несколько секунд в него врезался состав. К счастью, в последний момент водитель успел выскочить из машины, но избежать травм ему не удалось. Из-за аварии пришлось остановить движение. Ремонтным бригадам понадобилось немало времени, чтобы устранить последствия ДТП. Житель Нижнего Тагила выжил, упав с балкона седьмого этажа. Момент происшествия снял на регистратор водитель машины, которая была припаркована во дворе. По словам соседей, вначале они услышали громкую ругань, а затем во двор с высоты 18 метров свалился мужчина. От верной смерти его спас высокий сугроб. Пострадавшего с травмами срочно отвезли в больницу. По факту происшествия полицейские начали расследование. В Челябинске экстремал прыгнул с парашютом с высоты 18 этажа. Эти кадры снял его товарищ. Бейсджампер летел всего несколько секунд и благополучно приземлился на парковке перед домом. Ролик мгновенно разлетелся по видеохостингам и соцсетям. По традиции, пользователи не оценили подобного риска. Многие считают, что жилые массивы — неудачное место для таких трюков. В Керченском проливе пробка. Десятки судов замерли в ожидании на рейдах. Когда можно будет продолжить путь, неизвестно. Сложная ледовая обстановка стала причиной серьёзного затора. Без сопровождения ледоколов теплоходы не могут пройти в порты Ростова-на-Дону, Таганрога, Ейска, Азова, сообщает наш мобильный репортер. В Брянске свеже уложенный асфальт дорожники забрасывают снегом, чтобы он быстрее застывал. Однако такое покрытие прослужит недолго, уверен наш автор. Наши дорожники брянские снегом засыпают асфальт уложенный свежий. Я не пойму, для чего они это делают. Это очень интересная технология. Смотрите, что он делает. Вот это вещь. Мобильный репортер совместно с Общероссийским народным фронтом запускает конкурс «Рейтинг плохих дорог 2017». Выкладывайте свои видеорепортажи на наш сайт mreporter.ru и отмечайте проблемные участки на карте убитых дорог на портале дороги.дефис.онф.ру В Екатеринбурге забаррикадировали въезд во двор. Путь автомобилистам преградила гора снега. Конечно, никто не решался штурмовать такое препятствие. Те, кто не успел выехать, неожиданно оказались в ловушке. Центр города, Ленина-Восточная, перекресток, въезд во двор. Заезжаем во двор. Пытаемся заехать на работу. И видим огромную кучу снега. Поэтому въехать во двор невозможно. У кого машина во дворе, выехать больше не сможет. Несколько домов на улице Чкалова в Партизанские утопают в нечистотах. Выгребную яму рядом с многоэтажками не чистят. Коммунальные компании, по словам нашего мобильного репортера, просто отказываются обслуживать этот район. Вот такая вот у нас экология. Это выгребные ямы, яма, вернее, так называемая, которая просто годами не чистилась, не убиралась. Управляющая компания, которая должна была бы убирать, просто отказывается брать дома, к которым прилагается эта выгребная яма, просто отказывается. Здесь мы видим с вами вот четырехэтажка. То есть у людей окна выходят сразу же вот на этот кошмар. То есть представляете, какой стоит запах. Вот это все течет на дорогу, то есть здесь уже вот это все по дороге течет. Это еще зима, у нас еще ничего не таяло. Когда начнет таять, это будет просто кошмар. То есть буквально параллельно вот этому кошмару находится за вот этим домом сразу колонка, с которой люди берут воду. То есть вы представляете, какого качества эта вода. Но людям брать воду больше негде. Тянуть кота за хвост не рекомендуется. А тигра тем более. Но к сотруднику одного из китайских зоопарков это, похоже, не относится. Турист запечатлел на свою камеру, как этот парень издевается над хищником. Видимо, с ощущением абсолютной безнаказанности. Впрочем, без наказания он все-таки не останется. Ролик привлек внимание не только блогеров, но и властей. И теперь молодому человеку грозит как минимум крупный штраф за жестокое обращение с редким животным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова